ММА КСВ укрепил свой состав бойцов на 2019 год громким именем. Человек, который пока не имеет ничего общего с ММА и больше известен нам, как медийный бодибилдер и актер Мартин Форд. В субботу Форд вошел в клетку Вемблей-арена, чтобы официально объявить о своем подписании контракта с КСВ. Дебют планируется на 2019 год. Хотя КСВ не может похвастаться такой популярностью, как Беллатор и UFC, это все равно довольно достойный промоушен, существующий уже больше 10 лет. В КСВ уделяют большое внимание эффектности шоу. Именно здесь можно увидеть бойцов, выезжающих на бой в танке. И вообще мало что может посоревноваться с КСВ по количеству эпических моментов из арсенала скорее рестлерских шоу, а не ММА-ивентов. Но тем не менее, это настоящие бои смешанных единоборств с отличным матчмейкингом и достаточно высоким уровнем бойцов. Форд будет участвовать в боях супертяжелого веса. Сейчас Мартин ведет активную подготовку. Силы в нем достаточно, поэтому он больше акцентирует внимание на таких важных факторах в ММА, как развитие скорости, выносливости и техники. Каждодневная бойцовская рутина регулярно вещается в инстаграм-эккаунте Форда, где он в подробностях комментирует каждое свое видео, отвечая на вопросы подписчиков, которых у Мартина сейчас насчитывается уже 1,4 миллиона. Приложу максимум усилий, чтобы подготовиться к этой битве. Не намерен позориться, как некоторые бойцы, пришедшие в ММА из бодибилдинга, стронга или других силовых видов спорта. Сейчас я практикуюсь в кикбоксинге с моим тренером Дарреном Хьюгсом. И для всех тех, кто постоянно говорит мне, что я выгляжу как избушка на курьих ножках, я решил тренироваться в коротких шортах, чтобы все видели, что это далеко не так. Период телостроительства для меня закончен. Пусть я скучаю по типичному пятидневному сплиту с огромными весами, но понимаю, что это не то, что мне сейчас нужно для победы в клетке. Всего один раунд заставляет работать тело на износ, поэтому моя задача номер один – это 5 минут интенсивной работы. Сейчас я люблю начинать свой день с ударки по груши. Провожу много времени на беговой дорожке, даже если в разъездах я продолжаю тренироваться как сумасшедший. Нам остается только пожелать Мартину удачи в его начинаниях. История спорта знает немало аналогичных примеров, когда бойцы, пришедшие из других видов спорта в ММА, не всегда оправдывали возлагаемые на них надежды. Мариуш Пудзяновский, Роберт Бурнейко, Боб Сапп и другим пришлось испытать на себе все недостатки отсутствия опыта в смешанных боях. Будем надеяться, Мартин уже осознает, что в будущем его ждут оппоненты супертяжеловеса с феноменальной физухой. Тем временем на западных интернет-платформах эта новость вызвала в большей степени волну скепсиса со стороны поклонников и единоборств, и бодибилдеров. Чаще всего они сходятся в одном мнении – Мартин взялся не за свое дело. Чем больше шкаф, тем громче падает. Смешно смотреть, как он отрабатывает удары ногой по груши, при этом держится рукой за поручень. Боец одного раунда. Такие комментарии можно просчитать про Мартина в соцсетях. Сам промоушен уверяет, что он работает с опытным тренером. Удар на хьюксе как-никак седьмой дан карате. Он опытный кикбоксер, и он способен сделать из Мартина достойного бойца. С первых этапов подготовки мы нацелились на развитие выносливости. Мы стремимся избавиться от главных недостатков крепыша – слабой дыхалки и медлительности, говорит тренер. Бензина в баке у таких спортсменов обычно хватает на один раунд. Бодибилдеры известны своими объемными и не всегда функциональными мышцами, поэтому мы занимаемся еще и кроссфитом сейчас. Несмотря на отсутствие бойцовской практики, у Мартина хорошо поставлен удар, который, если попадет по цели, смог бы вырубить даже Майка Тайсона в его лучшие годы. Мы тренируемся каждый день, утром и вечером. Не хочу раскрывать все карты, так как в любом деле есть свои нюансы, но в целом результатами я доволен. Времени у нас достаточно, желаний и мотиваций тоже. «Огромное спасибо поклонникам за поддержку, которые верят в Мартина», сказал тренер Форда. Что из этого получится, покажет следующий 2019 год. Ну а как вы сами думаете, выйдет у Мартина Форда что-то достойное в реальных боях? Или это все же хайп какой-то? Оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео. Это был Алексей Мокшин, канал «Спортфаза Перезагрузка». Всем счастливо!